Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы как путешествие. Насколько бедной была бы жизнь человека, если бы у него не было возможности путешествовать и узнавать другие места, другие страны, наблюдать за природой, за животным миром, за людьми. И вся эта красота, данная Богом нам на земле, это удивительный мир. И не путешествуя, сидя только дома, смотря на фотографии или видеоролики, конечно же живой картины и общения со всем этим миром у человека не будет. И путешествие это с одной стороны роскошь, а с другой стороны это необходимость. И когда у человека бывает тягостное состояние или уныние, то путешествие они его взбадривают, они придают ему новый импульс жизненной энергии. И бывают путешествия длительные, а бывают короткие. И бывают путешествия связанные с работой, с учебой или с отдыхом. В любом случае, когда человек погружается в путешествие, они становятся частью его жизни, важно понимать и осознавать то, что путешествие это только часть жизни, но не вся жизнь. И поэтому прибегать к путешествиям как к образу жизни так же вредно, как и полное отсутствие, другая крайность, в своей жизни путешествия. Я желаю вам порассуждать на эту тему. Божьей вам милости и благодати. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.